С начала года на территории городского округа произошло 49 пожаров. В них погибли 5 человек. В минувшее воскресенье в поселке Тамилино сгорел частный жилой дом. В огне погибли 2 человека. Григорий Ворванин пообщался с погорельцами, которым чудом удалось спастись из огня. Удивительно, что я вообще проснулась. Удивительно, что этот треск услышала. Треск сквозь сон Виктория Юрина услышала в 6 часов утра в воскресенье. Говорит, сначала подумала, соседи запустили фейерверк. Почувствовав запах гари, это предположение отпало само собой. Я на весь дом закричала пожар, горим, потому что надо было быстро выскакивать. Дом деревянный, все же как спичка, все сухое. И все, родители быстро подорвались. Потом у меня дедушка с нами жил, значит, вот муж и отец, 90 лет. Это же надо было, чтобы он оделся, чтобы он там вышел. Ну, в общем, надо было быстро как-то всех так эвакуировать. И побежала звонить по 0,1. С собой успели взять только документы и немного личных вещей. Разбудили соседи. В огне погибла пожилая пара. Она жила в той части дома, откуда, предположительно, и начался пожар. Виктория уверена, от гибели всех жителей дома спасла кирпичная стена. Она задержала распространение огня. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение частного дома, а именно кирпичной пристройки. Предполагаемые причины пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении, состояние алкогольного опьянения. В результате пожара обгорел частный жилой дом по всей площади. Также была обрушена кровля. Постоянно в доме проживало шесть семей. Сейчас те, кому удалось спастись, снимают квартиры, либо разместились у родственников. Дом, в котором они жили, восстановлению не подлежит. Разговоры, чтобы тут строить дом, ну, у меня, во всяком случае, я не знаю, где будут строиться соседи, но у меня точно на этом месте нет. За январь и начало февраля текущего года на территории округа произошло 49 пожаров. В них погибли пять человек. Ещё шесть пострадали. Основными причинами пожаров послужили аварийный режим работы электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в постели. В ближайшие дни на территории московского региона сохранится морозная погода, из-за чего может резко возрасти нагрузка на электросети. В МЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В первую очередь, нельзя использовать неисправные нагревательные и электроприборы.